В редакцию телеканала ЗАПТ-ТВ обратились жители дачного товарищества «Светлый», которые с 27 сентября лишились света и до сих пор живут без освещения. Причиной ограничения энергоснабжения стала задолженность товарищества, о наличии которой собственники даже не подозревали. По какой причине нас отключили от электроснабжения, наш весь кооператив? Есть ли у нас долги? Сколько долгов? Какая сумма? В данный момент нас отключили, получается, незаконно, потому что счета, которые счета «Энерго» выставляла, она выставляла некорректные. В данной ситуации мы разбираемся с счетом «Энерго», они пересчет делают. Сумма падает. Насчет суммы я вам сказать не могу, какой сейчас долг составляет. Счета «Энергосбыт» прокомментировала данную ситуацию и предоставила нашему каналу официальный ответ. Как выяснилось, задолженность товарищества составила более 800 тысяч рублей. Об этом председатель был извещен еще в июле месяце. В августе было заключено соглашение о реструктуризации задолженности. Однако в течение двух месяцев соглашение не было исполнено в полном объеме. У председателя дачного кооператива был почти месяц, чтобы решить проблему выплаты долга согласно заключенного соглашения о реструктуризации. Однако ответных действий не последовало. В итоге, в связи с невыполнением договорных обязательств по оплате электроэнергии 27 сентября 2018 года, для ДНТ «Светлый» было ограничено энергоснабжение. Жители товарищества узнали об истинной причине своей проблемы прямо во время съемок сюжета. Такого поворота они не ожидали. Была молния, сгорело все. 27-го, 06-го, 16-го года это все сгорело. То есть получается, что два года мы работали без учета? Да, я добиться не мог, чтобы они приехали принять. То есть тоже счета «Энерго» могла уставлять любые счета? Да. А значит мы любые счета подписывали? Мы не подписывали счета, мы 16-го года счета не брали. А как платили? Сколько денег собирали, столько и платили, и все. Он не раз, у него не было отчетного периода, чтобы он перед нами отчитался. И чтобы нам сказал, люди дорогие, у нас очень большие проблемы с счета «Энерго». Почему этого не было? Павел Кудрявцев согласился с тем, что отсутствие отчетной информации – это его личный промах. Председатель заверил собравшихся в том, что проблема будет решена. Я решу эти проблемы сам с ними. То есть вы обещаете? Я со всеми решу проблемы, и считая «Энерго» и с сетями. А жители, которые должны, которые ведут в хищении электроэнергии, пускай потом уже думают сами.